Здравствуйте! Мир цифровой фототехники не стоит на месте, пополняя армию качественных и не очень фотоаппаратов все новыми и новыми экземплярами. Соответственно не убывает работы и у нас. Сегодня в наши любознательные руки попал ультразум от японских инженеров Nikon под названием L120. Не успели пользователи нарадоваться предшествующей модели L110, как на прилавки магазинов поступила еще более интересная модель L120. Какой же сюрприз приготовили нам компания Nikon в передовой модели серии Life? Ответ на поверхности. Это еще более усовершенствованный объектив и продуктивная система стабилизации изображения. Трансфокатор L120 красуется теперь 21-кратным сближением с фокусным расстоянием от 4,5 до 94,5 миллиметров или 25-525 миллиметров в 35-миллиметровом эквиваленте. За стабилизацию изображения отвечает фирменная технология VR. Диафрагменное число установлено в диапазоне от 3,1 до 5,8 единиц. Новаторство на этом не закончилось и теперь второй ступенью стабилизации станет механическая, основанная на сдвиге матрицы. Сенсор фотоаппарата также претерпел изменения по сравнению с предыдущей моделью L110, пополнив число мегапикселей до отметки в 14,1, позволяющих делать фотографию с разрешением 4320 на 3240 точек. Физический размер не изменен, одна к 2,3 дюйма. По старой привычке элементами питания поставили 4 щелочные батарейки класса 2А. Камерой поддерживаются карты памяти SD и SDHC. Также фотоаппарат обладает собственной памятью в 102 мегабайта, так что в случае экстренной потребности лишней она не станет. Решив, что менять то, что уже хорошо, дело неблагодарное, компания Nikon заключила свою новинку, почти тот же корпус, что и у предшественника. Уже традиционно цвет корпуса порадует как черной классикой, так и ярким рубиновым оттенком. Материал оболочки фотоаппарата не в чем упрекнуть, добротного качества пластик с прорезиненными вставками в местах соприкосновения с рукой. Удобно размещены все органы управления, не заставляя пользователя долго запоминать их месторасположение и функциональную нагрузку привязанную к каждой. Кроме основного рычажка контроля трансфокатора по левую от объектива сторону, добавился еще один дающий пользователю выбор с какой руки регулировать зум. При первом взгляде на нововведение у нас проскользнула мысль, что сей контроллер даст возможность более плавно управлять сближением. Но на проверку все оказалось гораздо прозаичнее и объектив, как и с основного рычага быстро улетает вперед, иногда промахиваясь мимо желаемого кадра. Что приятно порадовало, так это дисплей, более пикселизирован и четок, с гроссмейстерским показателем в 920 тысяч точек и диагональю 3 дюйма. Экран Nikon L120 теперь может смело конкурировать в этом показателе с более дорогими зеркальными фотокамерами. Периферийных разъемов у камеры 3. Они предназначены под блок питания, шнур подключения к компьютеру, а также HDMI-коннектор. Старт и последующая работа фотоаппарата весьма шустрая. Фокусирование, обработка отснятого материала, просмотр и смена режимов производятся быстро, не заставляя пользователей долго ждать. Внутрикамерное меню не сильно изменилось по сравнению с более старыми моделями и показалось слегка простоватым. Но простота залог успеха и запутаться при управлении L120 будет весьма сложно. К месту придется и большое количество запрограммированных пользовательских сценариев. В камере их аж 17, каждый из которых может найти свое применение в разных ситуациях. Очень часто при съемке на большом зуме на выходе получается не совсем четкое фото. Невзирая на улучшенную стабилизацию изображения, в L120 нашел свое место и очень интересный режим BSS, основанный на серийной съемке. Суть его очень проста, но и очень полезна. Из 10 последовательных снимков выбрать один самый качественный. Но что делать, когда фотографии не передают все динамики окружающего мира? Правильно, записать видеоролик. Благо видео в новинке очень неплохое. HD 720p, стереозвук, система подавления звуковых помех помогут вам снять поистине достойный клип. Начнем с хорошего. Как и ожидалось, стабилизатор изображения точен и не позволяет дрожанию рук повлиять на четкость снимка. Даже снимая на вытянутой руке, с использованием максимального зума, риск получить смазанный кадр весьма мал. А вот с автоматической коррекцией экспозиции не все так гладко. На фотографиях, сделанных в солнечный день, синее небо часто просто-таки выгорает, теряя свет. Напротив, если акцентировать внимание на небе, темными и тусклыми получаются объекты на его фоне. Диапазон чувствительности в камере средний, достигая отметки лишь в 1600 ISO, с расширением до 3200 и 6400, но при условии уменьшения разрешения до 3 мегапикселей. Отчетливо шуметь картинка начнет уже при 400 ISO, теряя товарный вид при 800. Максимальный параметр вряд ли порадует пользователей, напрочь убив четкость и цветопередачу картинки. Качество записанного видео не вызвало особых нареканий. Видеоряд идет плавно и без рывков. Возросли возможности, возросло качество, изменилась и цена. Nikon Coolpix L120 простой в пользовании, но мощный инструмент в руках пользователя. Все, что должен делать ультра-зум, L120 делает на твердую пятерку и добротно отрабатывает каждую вложенную в него копейку. Безусловно, удачная модель, на которую стоит обратить внимание. А мы не прощаемся и увидимся в новых видеообзорах.